Полно вам, люди, с себя сквернять Недозволенной пищей, о виде. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое. Совершенно игнорирую о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное – вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное – целебное блюдо, съем которое, мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим своё здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и её ведущий Геннадий Малахов. Доброго здоровья, в эфире программа «Целебная кулинария». У нас в гостях ведущая, моя любимая, телеведущая Таня Ларич. Мы с ней давно снимаемся, поэтому она мне очень хорошо помогает и здесь. Танюша, я знаю, ты там где-то была в жарких странах, что там ты такое увидела. Значит, страна высокогорная, поэтому сельское хозяйство выглядит террасным образом. Конечно, когда поднимаешься на полторы, на две тысячи, вот так вот вниз смотришь, а там прям ступень, ступень, ступень. И все мы идём, едем. Ну, кто как поднимался на горы. Я сначала ехала, потом шла. И смотрю, думаю, что же они выращивают, что же они едят. Ну, чуть-чуть есть кукурузка и белокочанная капусточка. То есть они белокочанную капусту выращивают? Да, выращивают. Слушай, а рис как там? Ну, рис, конечно, конечно, да, конечно. Рис из мяса, значит, курочка и козлятина. Хорошо, что я узнала об этом после того, как я её съела. Очень вкусная. Ну, там соусы. Козлятина? Козлятина, да. Ну, много жгучего, конечно. Вот оно, наверное, им чистит все эти жгучие какие-то, перцы какие-то. Всё прям вот такое вот. Жгучее должно в жарких странах, потому что там полно-полно паразитов. Начинаем от больших и кончаем маленькими, чтобы ничего этого не было. Поэтому жгучего добавляем. Это нормально. Кстати, они к этому очень привыкли. Да, ну и у нас очень много любят в стране людей, там что-нибудь, табаско какой-нибудь, перчик. Вот, поэтому я решила сегодня поделиться с вами рецептом непальского салата. Почему непальского? Потому что однажды мы остановились в гостинице, там, высоко в горах. Ну, все альпинисты мира что-то идут. Поэтому маленькое поселение уже, считай, обязательно имеет свою гостиницу. Я говорю, ну что, когда же нас покормят местной едой, простой, деревенской, что это будет? Вот единственный овощ, который был, это была капуста. И для особо, значит, приближенных к императору людей, для дорогих гостей из России, в этот салат добавили помидор. Я решила модифицировать, добавить кое-еще, чего сама. Это было вкусно было? Это было вкусно. Ну, знаете, когда ешь все время, как картошку они едят тоже. Ну, вот мне было мало этой еды, вот этой вот овощной, мне было ее очень мало. Вот уж в гостинице, когда мы спустились, и там на утро давали овсянку, все, моя душа пела. Мне очень было мало вот этой зелени. Сейчас, конечно, возвратившись, я ем все. Даже вот смотрю на вашу свеклу красивую с ботвой, вспоминаю, но ведь едят. Осетины делают, пироги с начинкой, вот из ботвы свеклы, очень вкусно, с сырком. Ну, давайте по порядку. Давайте. Значит, молодая капуста, вот тоже, скажите мне, пожалуйста, почему молодая капуста мягкая? Вот сейчас идет молодая капуста. Там еще и белок не сформировался просто-напросто. Ну, такая она прекрасная, эта капусточка. Вот я даже вот так вот чуть-чуть, вот еще побольше отрежусь, достаточно. Хорошо, а я также приготовлю салатик из капусты и попробую даже блюдо из ботвы свеклы сделать. Давайте попробуем. Так, чтобы оно было вкусное и полезное. Естественно, я всегда буду делать блюдо с таким уклоном целебным. То есть я сюда еще буду добавлять некоторые вещества, вернее, некоторые продукты, которые бы повышали биологическую ценность нашего салатика. Итак, что мы делаем? А как вы ее режете? Покажите. А, мелко-мелко прям, да? Постарайтесь мелко порезать. Ручки у вас должны быть чистенькие, потому что ее еще надо будет потом подалить, чтобы она пустила сок. Хорошо, вот я обезьяню, хотела делать соломкой, посмотрела на вас. Красиво, прям шинкуете. Да, привычка. Привычка? А у меня привычка уточнять у автора книги, что написано в книге. Вот в книге «Травник» у вас про капусту есть абзац. Я вот даже подготовила, сейчас вам процитирую. Значит, вот полезна капуста при болях в костях и не дает содержимому злокачественных опухолей проникать в органы тела. Как это помогает от боли в костях? Вот смотрите, от боли в костях сначала, чтобы было все ясно, я расскажу немножечко об онкологии. Что такое онкология? Онкология злокачественная – это опухоль. Онкология – это вообще учение об опухолях. А рак – это злокачественная опухоль, которая быстро растет, питается за счет организма человека. И знаете, что она, как бы сказать, норовит сделать с организмом? Она идет туда, где, будем говорить, делается кроветворение. Что такое кроветворение? Кроветворение – это основа жизни организма. Вот кроветворение у нас творится в костях. И раковая опухоль стремится добраться туда, где как раз делается жизнь организма. И уже напрямую потреблять ее. Представляешь, какой паразит? А капусты как она ставит за слон костям? А капусточка ставит за слон, смотрите, это вообще капуста, очень, конечно, интересное растение. Ну-ка, понюхай. Классно. Нет, вот классно. Она-то уже пахнет, да? Пахнет. Здесь содержится много серы. А, как вы знаете, сера является одним из веществ, которые входят в серосодержащие лекарства, которые подавляют там разного рода инфекции и так далее, и тому подобное. Поэтому биологически активная сера, которая здесь находится, она будет очень и очень полезна для профилактики онкологии. Раз. Далее. Здесь содержатся еще другие вещества, которые способствуют защите организма от онкологии. И к тому же, к тому же, часто онкология возникает из-за того, что у нас, знаете, вообще опухоль, что она делает в организме? Она старается сделать его, вообще любая болезнь старается уложить человека, чтобы сделать его менее активным. Потому что как только человек активен, двигается, кровь двигается, перистальтика, все работает, с человеком трудно справиться. Как только уложила болезнь человека в постель, с ним уже справиться легче. Кровь движется медленнее, возникают застои. В местах застоев можно уже, знаешь, там питаться, там можно что-то там заливать и так далее. Перистальтика не работает, значит, там брум-рум-рум-рум-рум, газы у нас бурлят, значит, шлак еще выделяется и дополнительно отравляет наш организм. Болезнь это на руку, потому что иммунитет не работает, и она все шире и шире и распространяется. Так вот капуста, что она еще делает? Она обеззораживает кишечник за счет того, что вот эта сера там содержится. Кстати, обилие газов, которые возникают после того, когда человек принимает капусту или пьет капустный сок, это говорит о том, что идет очищение. Как только очищение закончилось, а заобразование прекращается. Кишечник очистился, главный источник, как бы сказать, интоксикации убирается, и организм уже получает дополнительный стимул, как от корня, от которого он питается, от желудочно-кишечного тракта, на возрождение. И дальше уже идет кроветворение. А кроветворению еще способствует свекла. Какая же она красивая. Да, и вот обычно едят плод, корнеплод, а кроветворение выбрасывает. Но считается, считается по некоторым данным, что ботва даже еще более полезна, чем корень. И я его тоже как-нибудь обработаю так, чтобы его можно было съесть и при этом радоваться. А ненавистики говорят, а-а-а. Хорошо, это со временем. Про капусту еще вопрос. Капуста вызывает потемнение в глазах у вас написано. Раз. Это как? Ну, это древние говорили, что она вызывает потемнение в глазах. В любом случае, если человек слишком много чего-то там употребляет, это все может быть, да. А если все это употребляется в умеренном количестве, все будет нормально. Кстати, если у вас сразу, ну, в смысле, много, не ешьте капусты. Почему? Потому что клетчатка рубая, и у нас еще не сформировалась ни микрофлора, ни организм еще не вышел на тот уровень, чтобы полноценно все усваивать. И поэтому, ну, говорит, возникает газообразование от капусточки еще так. Если такое есть, можно ее просто-напросто слегка потушить, а потом все меньше и меньше. Ну, много не надо начинать, тогда они будут справляться. Так, болгарский перчик, петрушечка. Петрушечка очень способствует тому, чтобы наш организм работал как часы. Дмитрий Петрович, очень вы вкусно все как-то делаете. Смотрю я на вашу чашечку, на мою эту бодейку. Ну, сейчас добавите сюда. Ну, лаговато, все равно. Повидорок и будет нормальненько. Тоже хочу маленькую чашку. Пожалуйста, берите маленькую чашку. Значит, у меня покрупнее нарезана эта капуста, но я тоже ее чуть-чуть отжала. Без соли. Правильно? Не надо. Да, можно без соли, можно, конечно, с соли, но с соли надо просто-напросто быть осторожным. Особенно у кого имеется склонность к котекам, соли надо поменьше. А у меня получилось, смотрите, рубленная зелень, я ее добавляю. Вот что бы я еще сюда? Я бы еще добавил сюда немножечко... Чесночку, лучку? Пускай лучка, действительно. Я сделаю салатик не сладкий. Обычно я люблю там сладенький салат, а это я сделаю не сладкий. Добавлю лучка, беленький лучок, он не такой и лорький, поэтому его можно... Если вас интересует чеснок, можем одну головку на двоих взять. Нет, я буду лучком. Вы лучком, ладно. Лук содержит фитонциды, кстати, в луке также содержится сера. И что самое удивительное отметить, это продукты, которые содержат серу, они обладают бактерицидными свойствами. Серу содержат и чеснок, и лук, и капуста. Вот что удивительно. Поэтому, употребляя в салате вот эти вот продукты, мы тем с вами введем прекрасную работу над собственным иммунитетом. Это главный вывод. А второй вывод тактический, то, что с капустой хорошо идет как лук, так и чеснок. Да, она сочетается со всеми продуктами. И, кстати, она является одним из овощей, которые дают силу. Потому что бытует мнение, что когда строились пирамиды, то людей в основном чем кормили? Капустой. Квашины, капуста там свежая. Я знаю доктора Медлина, у которого основное блюдо для тех, кто желает сбросить вес. А этот доктор удивительный, он как раз работает над такими, скажем, людьми, у которых вес уже зашкаливает. И они ничего не могут сделать. Это за 200 килограмм основном люди. Они уже не могут ни ходить, ни двигаться. И вот для них основное блюдо это капуста, вареная, паленая, сырая и так далее. И я видел, с 200 килограмм люди становились 90 килограммов. А вот этот салатик, который я делаю, он как раз способствует тому, что активирует обмен веществ. Никакой, вы видите, здесь не содержится сладости. Калорий минимум. Но и зато стимулирует организм на то, чтобы он работал великолепно. Кстати, теперь я возьму один листик небольшой свеклы. И миленько-миленько надо нарезать. Чем меньше мы нарежем листик свеклы, тем более приятен нам будет его съесть. А свекла вообще относятся к каким овощам? Холодным, горячим? Свекла относятся к горячим овощам. И знаете почему? Почему? Потому что, будем так сказать, вот корнеплод, он находится где? В земле. В земле. Значит, он приобретает теплые свойства, чтобы противостоять холоду. А потва где находится? На воздухе. Поэтому она приобретает охлаждающие свойства. И в зависимости от того, что вам надо сделать, либо охлаждаться, либо согреться, вы будете применять то или иное. Кстати, в свекле содержится биологически активное железо, которое как раз способствует тому, что улучшает кровотворение, а значит, является хорошей профилактикой против онкологии. Вот у вас в книге написано, что листья свеклы помогают при ожогах огнем. Листья свеклы рассасывают опухоли и открывают их. Но свекла вредна для человека слизистой натуры. Слизистая натуры. И здесь очень важно действительно сделать такие пояснения. Слизистая натура – это когда у человека слишком много веса, слишком много, ну, допустим, лишних там веществ, которые выделяются как раз в виде откашливания легких, так мокроты и так далее. Так вот, вредно будет… Корнеплод? Корнеплод. А для, значит, того, чтобы ожоги лечить, это лучше всего, конечно, подойдет ботва. Ботву просто-напросто можно пожевать и приложить к месту ожога. Она чем угадает? Охлаждающими свойствами. А ожог – повреждение термической энергии. Итак, смотрите, немножечко свеклы добавил, я добавил сюда. Так, опять-таки помню своими руками, чтобы все это пустило. Еще сок добавляем сюда. Как мы видим, все у нас зеленое. И смотрите, теперь я хочу сюда добавить масло. Значит, лучок есть, есть журчие свойства. Зеленое успокаивает, значит, стимулирует, как бы сказать, на успокоение, перистальтику активирует. И теперь для того, чтобы наше блюдо еще целебное стало, масло я буду использовать, да не простое, а из косточек винограда. Это масло, я вам скажу, хо-хо-хо-хо. То есть, что такое виноградные косточки? Виноградные косточки, они содержат в себе жизнь, которая передается, или из которой образуется виноградная лоза. Так же? Вот, поэтому это масло, можно сказать, обладает омолаживающими свойствами. Ну-ка, понюхай первое. Чем похоже? Тонкий аромат. Тонкий аромат. И мы немножечко распалили. Много не будем. То есть, это уже делает наше блюдо, видите, выдающимся. Так. Теперь это мы хорошенько все перемешаем. Первый, так сказать, замесик сделаем. И вы знаете, что я большой переверженец проросшей пшеницы. И мы сюда добавим столовую ложечку проросшей пшеницы. Это финальный, финальная нота в вашем аккорде, да? Так как у нас жгучие свойства, меда не добавляем. Если хотим добавить меда, то обязательно тогда ни чеснота, ни лука мы сюда не добавляем. А вот вопрос по цвету. Вам как-то красненького не хочется туда вот? Можно добавить сюда морковочки, но он говорит, я сделал такой успокаивающий салат, стимулирующий работу желудочно-кишечного тракта. И своеобразный такой противоонкологический продукт, профилактика. Так, я попробую, потом тебе дам. Да вкусно, собственно. Ну, конечно, получится такой нейтральный. Нейтральный вкус? И, кстати, самое интересное свойство этого салата. Чем дольше его жуешь, тем вкуснее он становится. Ну, как мне спешит. Жуй, жуй. Значит, я жую. И у меня первая мысль, ребята, это салат готовое блюдо. Обычно у нас салаты идут как дополнение к чему-то. Это отдельное блюдо, вот что я хотела сказать. Это отдельное блюдо, все. И знаете, его лучше всего съедать на ночь. Почему? Он заполняет объем желудочного кишечника, ну, нашего желудка. Не так будет хотеться есть. И за ночь он как раз будет очищать наш организм и стимулировать процессы... Прекрасный салат. Прекрасный салат. ...комоложения, оздоровления. Действительно, вкус такой, как бы сказать, тонкий, он не выделяется. Мы привыкли, что в основном используют такие вкусы, как кислый, сладкий, соленый, там, острый. Но мы отвыкли от вкуса самой зелени. Вот что самое важное. Я вам скажу, только, наверное, непальские короли и вельможи могли бы себе позволить салат с таким богатым овощным вкусом. Потому что тот непальский салат, про который я вам рассказывала, примерно выглядит вот так. И это еще от щедрот наших. Помидоров там гораздо меньше. Вот капуста и все. Абсолютно. Вот это вот сравните, да? Это очень простой салат. Проще не придумаешь. Хотя тоже для русского человека весьма любопытно, что капуста соединили с помидором. Я думаю, это уместно, когда капуста молодая. Конечно, когда она уже набитым кочаном идет, навряд ли вот с помидорчиком она будет хорошо смотреться. Кстати, очень вкусный, вот именно вкусный, как бы сказать, смачно вкусный. Если это тонко вкусный, это просто так вкусный. Тоже попробую. Ну, то есть, если к этому салату мы съедим какую-нибудь шпажку курицы на вертеле, да, то будет очень даже и уместно. А это отдельное блюдо. Послушайте, как ужин красиво. Все программы на ТВ рассказывают о вкусной и бесполезной, а то и вредной для здоровья кулинарии. Только наша программа рассказывает о полезных свойствах продуктов и целебной кухни. Пишите нам, присылайте свои рецепты, рассказывайте о том, как они вам помогли исцелиться. И помните заповедь древних врачевателей. Пусть лекарством будет пища, а пища лекарством. С вами была целебная кулинария. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok